есть контакт ну слава богу я прошу прощения у нас опять и технические накладки в которых я не очень разбираюсь ну что ж добрый вечер и я хотел по крайней мере начать разговор о психических защитах я это психотерапевт александр данилин и в общем психические защиты понятия классическая психоанализе а теперь психологии вообще и нужна большая лекция на первый взгляд но я решил что ну как сказать у меня внутренняя это же вот это дети эфиры это что-то моего внутреннего дневника и моему ощущению сейчас не очень время для лекций зато сейчас какое-то очень время для того чтобы разобраться в себе в своих реакциях на общественные политические события и вообще в том что происходит как бы поэтому я сегодня ну в качестве примера хочу поговорить о реакции нашего общества на отравление алексея навального ну как бы почему ну наверное потому что мне в общем страшно ведь я пытаюсь защищаться с помощью вторичной психической защиты рационализировать свой страх ну наверное мне все равно менее страшно чем может быть страшно молодым понимаете дело в том что я врач ну с каким ни на есть образованием долго задевавшийся психиатрии наркологию как бы для меня с самого начала было очевидно что то что происходило то что происходит то что произошло это несомненно отравление почему ну за если вы захотите можем поговорить об этом отдельно поскольку ну как бы все в действительности элементарно ну элементарно потому что у каждого отравления и своя клиника и самого начала по абсолютно доступным описаниям СМИ было понятно что это отравление по крайней мере группа ингибиторов холидостераза во вторых конечно пытаюсь я сказать что у каждого отравления есть своя клиника достаточно понятная достаточно много раз описанная и более того то что омские врачи вели атропин несомненно спасло навальному жизнь я уж не знаю чем будет дальше но жизнь они ему спасли типичной реанимации связанный с именно такого рода отравлениями более того ну там также точно понятно что что с точки зрения медицины по крайней мере отравление ингибиторами холидостеразы можно подтвердить косвенным путем по той простой причине что у спинномозговой жидкости по крайней мере окажутся сниженными целый ряд веществ до связанных с распадом и понять это довольно несложно все все остальное как вы понимаете обо всем остальном я судить не могу но то что речь шла об отравлении было совершенно очевидно также было очевидно что целый ряд каких-то вещей вокруг этого отравления они они связаны с тем что к отравлению имеют отношения как бы люди тесно связанные с властью имеющие огромную власть почему потому что но вот было же объявление о том что через пять минут после запроса летчиков в аэропорту омска был звонок заминирование ложный разумеется и целью вряд ли бывают такие совпадения случайными и целью было не допустить конечно посадки самолета с навальным и по всей видимости те кто это делал имел допуск переговорам летчиков аэропорта просто так постороннему получить информацию об этом довольно трудно вот понятно что кто-то не хотел отдавать навального германию и понадобилось опять же разрешение кого-то имеющего огромную огромную власть чтобы его вывели вывезли через сутки ну многие говорят о том что как бы это не имело смысла ни для кого из власти имеющих я думаю что я просто не знаю всех власть имущих в этой стране ну просто не знаю и поэтому вот это не для кого на мой взгляд как вам сказать это вариант защиты не совсем психической но тем не менее психической от страха кто-то во власти сильно испугался событий в белоруссии поскольку в общем сами-то власть имущие отдают себе отчет в том что они делают и в общем это страшно и в результате возникло ощущение что навальный это единственная достаточно известный человек который может возглавить протесты по типу хабаровска или белоруссия это потенциальный лидер и в момент страха и истерики и в общем совершенно непонятно как реагировать на события в белоруссии в общем да все довольно трудно возникает целое море ассоциаций и не исключено что кто-то во власти решил таким образом начать решать проблему с будущими возможными выступлениями в россии это все потому что в общем наверное нужна отдельная тема поскольку меня для меня ситуация выглядит так пусть это будет субъективным мнением в общем я представляю себе как работают ингибиторы холиностеразы как их лечат и для меня никаких пока противоречий в заявлениях скажем германии в общем нету я не уверен что правда кроме косвенных может что можно обнаружить прямые следы ингибиторов холиностеразы на протяжении длительного времени ну кто знает в общем технологии развиваются а я отстаю старые но то что меня действительно пугает эта реакция как разумеется авторитетных ведущих в сми особенно телевидение и точно также меня пугает реакция огромного количества людей с которыми я общаюсь которых я знаю я не собираюсь отклоняться от темы которую я назвал психические защиты правда как бы кто-то говорит прямо напрямую ну нефига было вообще ему суваться против власти кто-то говорит мне это не интересно кто такой навальный вообще выскочка кто-то говорит ну и по делом ему и это работа ровно того что называется психическими защитами то есть ну вот только я собрался трубочку закурить как оказывается уже есть в общем я не знаю на чем я остановился и повторюсь что беспокоит меня в общем реакция на эти события поскольку их их конечно об их политической подоплеки нужно только догадываться а вы можете меня ругать за то что я опять касаюсь политики понимаете в чем дело политика на самом деле это всего лишь организация общества а общество то самое общество это мы с вами и никто другой и поэтому наша реакция на эти события наверное говорит больше о нас чем о власти так вот какую реакцию я слышу да нифига об этом думать вообще это там их разборки мы никогда к ним никакого отношения иметь не будет а кто такой этот навальный выскочка какая-то вот и вообще неизвестно не провокатор ли вам в общем вы знаете я как-то стараюсь не задумываться об этом так ему и надо мерзавцу кроме того есть реакция про совершенно удивительно авторитетных телеведущих ну например господин соловьев вспомнил замечательного господина березовского который считал что для того чтобы какие-то демократические силы объединились нужно священная жертва но вот уже вторая священная жертва принесена а никаких никакого объединения демократических сил как не было видно так и не видно потому что ну я не знаю ну наша либеральная общественность объединяться ни с кем не хочет каждый из лидеров сам по себе гениальный и в общем по моему сейчас особенно в той ситуации которая сложилась откровенно трусит ни о каком объединении речи нет и в общем при здравом размышлении и речи быть не могло потому что на самом деле чем больше священных жертв тем больше в оппозиции страха и психических защит господин познер выдал вообще умопомрачительную версию того что единственный человек которому это было выгодно это сам навальный по той простой причине что но я конечно по своему пересказываю я прошу прощения да это сам навальный потому что он в результате стал известен и даже популярен на западе так там на него никто внимание не обращал ну кроме может быть спецслужб как бы шо это такое но это страх господа страх до потерять на старости лет вот эту самую свою программу на центральном телевидении соответствующие доходы и вообще респектабельную жизнь вы представляете себе умный человек в здравом уме говорит с экрана телевизора фактически что навальный совершил самоубийство с помощью вещества типа новичок для чего он совершил самоубийство ну для того чтобы прославиться на западе правда непонятно какую роль будет это прославление на западе играть после его смерти надо как-то надо как-то мыслить позитивно вытеснить из души неприятные события как бы и думать о чем-нибудь другом вон кто-то пишет у нас на форуме анекдот папа папа в какой концлагерь нас везут не знаю сын я политикой не интересуюсь да как то так она и происходит и это и есть психическая защита как бы от чего до от страха от ужаса того что нельзя говорить свободно это опасно тебя могут шлепнуть как в тридцать седьмом году и надо прославлять тридцать седьмой год и все с ним связанное потому что как бы тебя же там не было а теперь ты тут в этом концлагере исходя из этого анекдота как бы ну и конечно 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 замечательная просто замечательная для меня ну простите господа я психотерапевт для меня просто анекдотически смешная история с психической защитой лукашенко который решил подлезать и предоставил перехваченную запись пусть они там с ней разбираются но смешно в этой записи предоставленной лукашенко только одно как бы манера я ведь больше ни о чем судить не могу правда у меня же нет никаких данных у меня есть только психотерапевтический опыт ну извините и этот опыт говорит что там манера разговора вы можете сами почитать или послушать даже все уже опубликовано в которой якобы лидеры германии и польши разговаривают друг с другом она абсолютно соответствует манере манере разговора но я не знаю скорее советского полюбюро если вы читали то ребята они там были простые общались друг с другом по простому а скорее всего эта манера соответствует именно манера вести разговор я даже не про факты которые там в этом разговоре якобы существует а сама манера вести разговор эта манера видимо видимо это мое субъективное ощущение и мнение это стиль принятый в общении господина лукашенко его ближайшего окружения они так разговаривают и поэтому считают что так разговаривают все лидеры всех стран друг с другом потому что иной манеры разговора ну они просто ей не владеют и и и и это заставляет я даже не знаю то ли смеяться то ли плакать как бы что это такое ну лукашенко же должен показать свое влияние почему он должен показать свое влияние потому что он боится и это с моей точки зрения фейковая запись является его лукашенковской психической защитой он боится и ему нужна абсолютная поддержка россии а россия по крайней мере и властные структуры боится сама в результате возникает такая занавеска из лжи сквозь которую пробиться можно только доверяя своим собственным чувствам пожалуйста я как бы да я не говорю об отношении тех кто слушает нашу программу но тем не менее давайте перейдем все таки психическим защитам непосредственно и попробуем понять с помощью психоанализа ну по крайней мере его его достаточно поверхностной формы да потому что ну на глубокую просто нет времени а как бы того что происходит в нашем обществе вот есть понятие примитивных психических защит то есть это то как человек защищается от страха или от чувства вины до того как он научился рационализировать осознавать мы говорим да свои собственные переживания эмоции и свое положение в обществе главную форму психической защиты Фрейд когда-то назвал вытеснение теперь ее принято называть особенно у нас в психологии отрицание это полный отказ от осознания неприятной информации мне это не интересно и я об этом думать не хочу и это политика я не знаю в концлагерь нас везут или не в концлагерь просто по списку психических защит диссоциация это отделение себя от своих неприятных переживаний грубо говоря все я отказываюсь читать новости и занимаюсь ну я не знаю своим тут вот делом бизнесом программированием моя хата с краю я не хочу ничего знать эти события вот там а я вот тут примитивная идеализация это восприятие некого другого человека как идеального и всемогущего как правило это начальник лидер муж жена у нас все хорошо не может такого быть не было никакого повода у нашего у наших власть имущих структур чтобы травить навального не было почему ну потому что они хорошие и заботятся о стране если их не будет мы погибнем все нас захватит страшный ужасный запад америка помните да что кругом враги примитивная изоляция самый распространенный способ защитное фантазирование ну то есть я просто вместо того чтобы задумываться о тех событиях которые происходят вокруг меня ухожу в свои фантазии творчество или в пьянство например это ведь тоже способ самоизоляции фиг ли тут думать пол литра надо выпить проективная идентификация это попытка навязать роль своего ума какому другому человеку идеальный объект для проективной идентификации эти те самые великие спикеры в телевизоре из ящика Соловьев и Познер немножко посложнее расщепление эго я всегда об этом говорю как о черно-белой психической защите то есть любой человек люди вокруг меня во всей иерархии снизу и до вождя они делятся на плохих и хороших если я о каком-то человеке думаю что он хороший или что я его одобряю его действия деятельность то я думаю о нем только как о хорошем вот и никаких других сторон его личности я замечать не хочу хотя понятно что каждый человек у каждого человека есть своя тень и свои страхи есть свои есть своя мания величия есть свое самолюбие и так далее и так далее и тому подобное и наоборот если я уж решил что кто-то плох например Навальный то я собираю все плохие качества в моем представлении и проецирую их на этого человека и он у меня становится как совершенно становится только плохим исключительно плохим иначе я мыслить не могу это белое это черное это хорошее это плохое почему не могу ну не умею я не умею о себе думать не то что о других людях их поведении их решениях и так далее и так далее и тому подобное я могу только оценивать а оценки у меня собственно три ноль кол и два два это хорошо кол это плохо а ноль я к этому человеку никак не отношусь то есть отрицание а а кроме того есть еще две примитивные психические защиты о которых мы уже говорили всемогущий контроль это собственно говоря нарциссизм главное что у меня все хорошо и хрен с ними с этими навальными провальными и с кем угодно еще почему да потому что в мире имеют значение только я а все остальные они не люди как бы они менее живые чем я правда есть еще одна психическая защита это соматизация ну просто справедливости ради на самом деле беда всех психических защит в том что они примитивных психических защит в том что они неосознаваемы человек вот так чувствует и считает что его отношение и является единственно правильным но так как вот так вот взять и отравить ну просто социально активного человека который фактически это занят тем что помогает суду и следствию разоблачает воров правда практически ни одно его разоблачение не привело к тому что вора поймали за руку но все равно так так вот это сама сама допустимость того что люди явно связанные с властью поскольку вот там да эти истории с самолетом я уже об этом говорил могут взять и убить это собственно дистресс это вызывает страх и есть еще один выход так как человек не хочет осознавать этот страх поскольку идентифицирует себя с позиции власть имущих воспринимает власть так как она себя подает как неких идеальных людей то он в ответ на некую явную угрозу создает себе соматическую реакцию я вот боюсь и признаюсь в этом поскольку да соматизации у меня тоже хватает как бы но когда ты этого не осознаешь человек начинает болеть то есть он в ответ на психологически неосознанный стресс стресс выдает то что правильно называется психиатрией конверсией то есть вытесняет это свое переживание на некий орган и начинает искать медицинской помощи почему ну потому что это оправдывает его бессилие по отношению к своему собственному страху ну вот если говорить о примитивных или первичных психических защитках я перечислил их все и сейчас вот на фоне как бы происходящего разного происходящего на фоне событий в Беларуси и реакции на них главная реакция на них нашей власти откровенно трусливые на мой взгляд реакции как бы на фоне неожиданно последовавшего отравления Навального у нас правда резко увеличится число соматических жалоб хотя кажется что это абсолютно не связанные вещи ну вот на самом деле они очень часто оказываются связанными и и не разберешь порой да где где ковид где осень которая обостряет нервность как известно а где наша реакция на постоянные стрессы поскольку все же мы понимаем что это приведет в любом случае еще больше международной изоляции а стало быть к стремительному нарастанию инфляции и так далее и так далее и так далее и тому подобное правда стоит обратить ваше внимание на еще одну вещь которая заставляет меня ну скажем так не говорите политики поскольку уж какая тут политика вот сколько говорить о том как же как же все таки научиться преодолевать собственные психические защиты я поэтому хочу вспомнить старое русское правило сейчас оно в общем как то так реже вспоминается чем раньше но 90-е годы двухтысячные годы мы постоянно вспоминали о том что есть ли представитель власти человек обладающий огромной властью дает какие-то обещания или что-то что-то говорит позитивное говорит о том что мы 2020 году закончим национальные программы и в общем будем жить припеваючи то стоит слышать прямо противоположное то есть подвязывайте ремни потому что жизнь к 20-му году станет хуже и ну собственно да вот это некоторое правило да разве вы его забыли о том что если власть что-то говорит то надо готовиться к чему-то прямо противоположному положенному знакомое вам это утверждение вот это утверждение универсальное средство для понимания собственных психических защит а вовсе не для понимания власти почему потому что если человек например говорит мне я спрашиваю ну вот как ты реагировал на историю с Навальным а он мне отвечает я плевать хотел на вашего Навального мне у меня своих проблем по горло то это поверьте мне означает что эта история его сильно задела и испугала и если поздно Рославьев говорят никаких доказательств отравления Навального нет или там например Великий доктор Мясников а что еще может говорить Великий доктор Мясников если он скажет что-нибудь другое то он немедленно же лишится своей должности главного врача больницы московской и в результате лишится и зарплаты и привилегий и передачи на телевидение соответствующими гонорарами правда мы же его понимаем мы вообще привыкли понимать человеческий страх но правило остается тот же если прикормленный властными структурами доктор Мясников говорит не было никакого отравления люди отравление было и он это прекрасно понимает и чем убедительнее он доказывает что отравления не было тем тем убедительнее можно верить в то что отравление было и так и так это касается не только доктора Мясникова грубо говоря если поздно на голубом глазу говорит что Навальный совершил с помощью сложного синтетического бинарного вещества самоубийство то точно можно считать что это была попытка убийства а и если Соловьев говорит о том что вот либерасты они могли это использовать для того чтобы спровоцировать объединение демократических сил то он убежден что ничего похожего не было это вообще относится практически ко всем лозунгам которые предъявляет господин Соловьев и дальше это можно смело экстраполировать на жизнь потому что защищаемся мы от жизни от реальности да но от того что мы называем жизнью вот течет жизнь она приносит нам много неприятностей впрочем и радостей тоже но неприятностей особенно когда ты становишься взрослее взрослее все больше и больше и мы защищаемся от этой жизни теми же способами которые я перечислил на самом деле от любых конечно неприятностей в ней и поэтому это простое правило я когда-то называл его упражнением Гегеля ну да тезис антитезис синтез диалектика если вы говорите себе ох какое говно этот ваш Навальный наверное он кем-то прикормлен то это означает что в глубине души вы понимаете что Навальный прав и вините себя за то что вы никак не можете поддержать человека который просто разоблачает казнокрадов ничего больше собственно особого такого супер он не делает эта мысль сначала кажется парадоксальной и противной но нет люди это не парадоксальная мысль это мысль ровно психоаналитическая и более того если вы честно поговорите сами с собой то вы поймете что я прав правда это безумно сложно честно поговорить с самим самой увидеть себе себе самом нечто противоположное тому что ты декларируешь это касается не только декларации правительства боже упаси или там власть имущих или тех кто на экране нет женщины если мужчина легко ну там на первом свидании или вообще удивительно легко признается вам в любви то значит он хочет только секса ну или какую-то выгоду вас нашел другую там не важно жил площадь как как еще в советском фильме весна в москве мы говорили признание в любви дело сложное и требует некоторого прочувствования да чего-то внутри а если он декларирует это легко исходу это всего-навсего защита как бы если человек говорит вам что-нибудь вроде да я такое говно я самое большое говно на свете то это нарцисс потому что быть самым большим говном на свете и самым великим человеком в мире это примерно одно и то же и поэтому такая декларация всегда означает самовлюбленность я такое говно не трогай меня я пахну потому что я как бы даже не собираюсь меняться я собираюсь оставаться вот таким говном это можно применить и по отношению к человеческому общению потому что любая эмоциональная декларация я подчеркиваю декларация да ведь понятно что выступление политика по телевидению это не это во первых скорее всего не его слова то есть его никак нельзя принимать за искреннее высказывание это декларация так вот любые декларации не обязательно ложь они просто всегда содержат в себе противоположность и если вы это будете понимать то вам легче будет понять где человек говорит не то чтобы не искренне где он защищается от своего собственного чувства вины или страха а где он искренне высказывает свои чувства декларации относительно просты да я в любой момент могу сказать я вас люблю ну это же ложь потому что мало того что я вас не знаю я же не могу любить каждого из вас ну я это декларирую а вам будет приятно это конечно не значит что я вас не люблю ну в общем все равно правда любые мои монологи на ютубе или на радио они все таки требуют какого-то труда и какой-то какой-то аналитической мысли и в них есть далеко не только любовное удовольствие правда есть очень много моей боли моих страхов моих моей неуверенности в себе как бы помните об этом существуют конечно понятия доверия и недоверия но вся проблема в том что доверять нужно учиться это такая наука очень непростая почему потому что она основана на чувствовании другого человека и самое главное может быть сначала научиться чувствовать себя потому что когда вы говорите себе я защищаюсь на самом деле мне это интересно и важно понять что происходит и я бы хотел быть похожим ну хотя бы в чем-то в например в сборе фактов на Алексея Навального но мне страшно как только вы начинаете осознавать эти чувства в себе вы становитесь способны осознавать эти чувства в другом человеке почувствовать что декларируя что-то он защищается это как сказать это когда он не врет а когда он говорит как с его точки зрения говорить правильно когда он что-то декларирует он при этом скрывает свои подлинные эмоции и очень часто все достаточно просто это его внутреннее состояние прямо противоположно его произнесенным им словам это тот метод который я могу вам предложить за час такого разговора при этом я совершенно не исключаю и из этого из этого списка и Навального я имею в виду что да да конечно в каждом в каждом таком расследовании есть некоторая зависть человека к тем людям которые имеют власть и могут распоряжаться миллионами и его собственной судьбой есть она есть она есть есть был у этого человека страх да я думаю что когда я слушал там читал Навального это правда было давно честно говоря но все равно у меня было всегда ощущение что это человек преодолевающий свой страх и в общем честь ему и хвала поскольку большинство людей в нашей стране этого сделать так и не смогли не смогли ни при Сталине ни при Брежневе ни при Путине мы все время защищаемся от страха с чего все начинается ну начинается просто с осознания этого страха и тех форм поведения которые вызваны перечисленными мной формами психической защиты когда ты начинаешь это понимать какая-то внутренняя преграда такая спадает какая-то корка слезает с души почему ну потому что ты по крайней мере пусть ты боишься но ты хоть честен самим собой и если бы я сегодня поговорил бы о чем-нибудь другом я потому что тема психических защит в принципе бесконечна огромная тема то я бы врал самому себе потому что волнует меня сегодня то что происходит и мне нужно найти к этому какое-то свое внутреннее отношение и я вместе с вами пытаюсь его искать самое главное почувствовать эту противоположность в себе и в другом доверять можно либо этому противоположному чувству когда я говорю я тебя ненавижу очень часто потому что в этих трех словах могут скрываться удивительно противоречивые эмоции но очень часто когда я это говорю я имею в виду я тебя люблю ты имеешь для меня такое огромное значение что любая мелочь которая которая не соответствует моей любви к тебе выводит меня из себя обычно правда 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 эмоционального отношения находится где-то посередине между любовью и ненавистью тезис и антитезис дают синтез учитесь видеть противоположную сторону в декларациях собственных детей любимых коллег правителей и тогда вы через некоторое время начнете понимать чему в человеке чему в человеке можно доверять просто никогда не забывайте что эмпатия доверие любовь это такая работа души а не техника душа это мышца такая которую надо непрестанно тренировать иначе она скрывается за психическими защитами и атрофируется учитесь быть честными сначала самим собой ну шо ну банальность начни с себя вот и как всегда ну пишите да свои комментарии и если хотите мы можем продолжить разговор о психических защитах и поговорить о том все таки как научиться переходить от низших психических защит первичных ко вторичным высшим психическим психическим защитам но это следующий раз и то если вы захотите да и учитесь видеть во всем вторую сторону что-то я стал повторяться спокойной ночи и удачи простите за опять технические неполадки ну что делать техника вещь непредсказуемая спокойной ночи